И всем привет, ребят, с вами Мастер Баник, и сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видео-рок посвящен игровой тематике, и сегодня мы вместе с вами катаем на моём уже, наверное, бывшем, а может не бывшем, любимом устройстве на Скорпион, на лучшем устройстве до сегодняшнего дня, на Скорпионе с Роем, ну и плюс ко всему прочему, попытаемся показать хороший результат, посмотреть как работает устройство после нервов, я честно скажу, я не катал на нём от слова совсем, и скатаюсь сегодня на корпусе Викинг, дабы у нас не было сразу обзора на две вещи, а именно на Скорпиона и на Орес, поэтому выберем корпус Викинг, ну и рассмотрим, насколько сильно поменялось это устройство, насколько хуже оно стало, насколько тяжелее будет на нём играть, по дрону я, ну здесь как бы не вижу больше ни одного дрона, который бы лучше бы себя показал и реализовал, конечно же беру Кризиса, ну и пикаю обычный дефолтный бой, без, наверное, без, наверное, какого-то определённого режима, в принципе, мне пофиг, что он мне закинет, главная задача посмотреть, как работает сводка на Скорпионе после его нерфа, занерфлена, наверное, она, ну в целом, если брать во внимание и сводку, и как раз-таки перезарядку, то, ну скажем так, в треть, в треть, не сказать, что в два раза хуже стало, но где-то в треть стало хуже, поэтому посмотрим на возможности и на реализацию как раз-таки этого замечательного устройства, а у меня просто нету урона, я нажимаю Делл, надеюсь, что после Делита у меня урон появится, если вдруг урона не будет, то я, наверное, таки перепикну эту, ой, не перепикну, а перезайду, потому что бой очень хороший, нет, урон есть, всё, чётко, очень хорошая катка, попробуем всё это дело реализовать, так, на Викинге, что мы можем здесь сделать, для начала, конечно же, проверить сводочку, например, вот тут проверяем, ну, я бы сказал, что особо изменений я не вижу, перезарядка дольше, окей, хорошо, ничего страшного в этом, особо сильно я не вижу, сама сводочка отлично залетела, и как-то не проблемно, как-то не проблемно всё это дело выглядит, отлично, добавляем вторую сводку, не знаю, я, честно, даже не вижу особо никакого изменения, у меня точно рой, да, у меня рой, у меня дед рой, а что тут такого, а что тут такого, ну, чуточку дольше сводка, но это прям вообще не ощущается, это прям вообще не чувствуется, что она стала хуже, и перезарядка выстрела, ну, окей, она стала дольше, но ты же аркадными выстрелами после неё можешь играть, правильно, можешь, аркадой играешь чуть подольше, потом после перезарядки добавляешь опять сводку, выглядит всё максимально круто, выглядит как скорпион, который всё так же интересен, актуален, я думал, что это будет чувствоваться много серьёзней, и будет прям намного жёстче видно сводка долгая, а на деле я вижу, что рой всё так же хорош, всё так же крут, и то, что у него вот этот дефолтный, дефолтная перезарядка просто стала долгая, ну, ничего страшного, я и так аркадой очень часто играю на постоянной основе скорпионом, а когда у тебя просто есть возможность дополнительной сводки в каком-то тайминге, при том, что она, как бы, ну, особо не изменилась, я считаю, что, в принципе, все главные, как раз-таки, качества этого замечательного устройства сохраняются, и мы влетаем вот под такой возвратик, вот под такой возвратик влетаем, добавляем сводку по противнику одному, разворотик уничтожаем противничка, двух нарезки тушим, и с нейтрой пытаемся улететь, не должен догонять меня здесь противник, пытаемся сразу выбивать викинга в упоре, уходим дальше, по траектории берём шире, потому что у нас есть титан на обрезке, и здесь мы играем уже по-наглому через центрик, чтобы успевать доставлять и доходить до базы быстрее, чем как раз-таки вражеский титан, но, если честно, я не вижу вообще никакой проблемы, прям от слова совсем никакой не вижу проблемы в этом рои, и по ощущениям, как будто ничего не поменялось, я не знаю, я просто видел комментарии по поводу рои, и говорили, что, мол, он стал хуже значительно, да, и что на нём там суперсложно будет играть, то, что он не актуален, то, что он прям вообще шляпа усатая, но я лично не вижу здесь вообще никаких причин и проблем с реализацией этого устройства, как по мне, оно вообще не поменялось, оно вообще не поменялось, да, то есть эти изменения неощутимы, и всё так же суперграмотно и эффективно можно реализовывать эту замечательную комбину, вот и всё, что я вам могу сказать, 2-0 введём мы уже, пробуем забирать твинца, отлично, 30 на 6, идём, поздоровались с противничком, который мне писал, за 5 минут 30 килов, но я не знаю, я не вижу нерфа, честно, как бы я бы не хотел бы преувеличивать, но я реально не вижу нерфа, я не вижу нерфа, просто не вижу, отлично отыгрываем от овердрайва центрального, пробуем сыграть сейчас в правой зоне, попробую разыграть её, попробую сверху добавить ещё овердрайв тут, блин, и в меня вжимает овердрайв гаусс, и походу молот тоже вжал овердрайв в спине, ну ладно, вторая оверка это была как бы халявная, но хотелось её всё равно, конечно, тоже реализовать, так, дом мешает мне дать сводку, даём сводку через всю карту, смотрим, залетает ли она, да, залетает, можно было на ддшке оставаться, в принципе, просто я в моменте думал, что уже эта сводка не залетит, диктатор пытается у нас играть под увозик, так, и танк купол ставить не будет, пробуем его слить, отлично, выбивают наши тиммейты противника, пытка увоза от тиммейта, можно было бы даже не давать сводочку, сделаем страховочку ему, сыграем вместе с ним, наверняка, чтобы, если что, подстраховать его, отлично, доставкин есть, супер, ведём уже 3-0, отличный вообще бой, в принципе, показательный даже, я бы сказал, бой, для как раз-таки этого сочетания, летим вот так вот, просто в наглую даём сводку, дальше продвигаемся по карте, пушиваем, урончик, можно даже здесь, ладно, можно даже попытаться увезти, отлично, открывается позиция, и я влетаю на ддшку, переключал его, сверху, ладно, и достану, попытка увоза, увоза не будет, возвратик будет, отлично, ещё одна доставка, супер, ну просто шикарно всё разыгрывается, я не знаю, я не вижу нерфа, знаете, у меня было такое ощущение, что я сейчас включу видос, и буду просто тут, знаете, там плакать, говорить, что, блин, офигеть, как жёстко его занерфили, как с ним играть теперь, я вчера уже так сильно хоронил это устройство, так сильно хоронил скорпиона, и говорил, что нету никакого смысла в использовании больше роя, и то, что оно полностью убито, и больше не актуально, а сейчас я вот всё так же самое делаю, вот ровно в той же самой мете, ровно в том же самом стиле, и получается по ощущениям всё, всё так же круто, всё так же круто, всё так же максимально круто, но это меня не может не радовать, пробуем выпушить правую зону, и под эту зону желательно было бы, конечно же, конечно же, нажать овердрайв, диктатор вражеский с овердрайвом, я вжимаю овер, пофиг вообще, миночка отличная срабатывает, ещё добавочка по второму, но было важно выбить именно этого молодого человека в спине, можно было сейчас дать ещё сводку дополнительно, аптечка падает, дроповая на правом фланге, но через неё играть я не буду, пытаюсь просто увести флаг, есть овердрайв на центре, и я просто убегаю, аптечки у меня, а, уже есть, всё отлично, ну и всё, и вот так вот, ещё можно здесь попутно попробовать накидать чё-то, например, по викингу птычка, по другому викингу сводку, три спа ещё, добавка, два кила есть, разыгровочка, добавочка, титану сводинг, титану сводинг, а, вот, как раз-таки вот сейчас я вижу, что да, она подольше перезарядочка идёт, но, блин, но она не ощущается, она не ощущается, она не ощущается, этот рой всё такой же сильный, он всё такой же крутой, 6 минут до конца боя, можно попробовать вообще сыграть сейчас не под увоз, наши тиммейты, наверное, и так сами увезут, но если вдруг наши тиммейты не увезут, то можно попробовать как раз-таки покелять ещё чуть-чуть, покелять ещё чуть-чуть, и попробовать дать ещё по прибыли чё-то дополнительное, ну, блин, ну, Скорпион очень сильный, ну, пушка прям супер кайфовая, я не знаю, я очень сильно, очень сильно кайфую от игры на этой пушке, 1100 очков за 10 минут, то есть потенциал выйти сейчас есть в этой катке на полторы тысячи, на полторушку вообще в лёгкую, если у нас бы не было бы на прервоза, ну, блин, ну, это шикарная просто разыгровка, просто шикарная разыгровка, я даю сводку, добавляю по следующему, наши тиммейты везут лостовый флаг, ещё один килл, и должна быть последняя доставка, 10 минут боя, 10 минут боя, 10 тысяч кристаллов, 63 кила на 8, 1200 очков, почти, ну, ладно, 8 с половиной тысячов, но это очень жёстко, это очень жёстко, честно, я не чувствую абсолютно никакого нерфа, я безумно рад этому, что Скорпион с роем будет дальше актуален, и в моём понимании, это всё так же лучшее устройство, оно так и должно быть, потому что это донатное устройство, и потому что это супер уникальное устройство, и если такие уникальные устройства будут нерфиться, и они будут хуже, чем устройства за кристаллы, ну, извините меня, я буду абсолютно этому недоволен, а сейчас я честно понимаю, что оно занерфлено, но занерфлено не сильно, и особо этого я лично не увидел, напишите, что вы думаете по поводу роя, скатали вы на нём, нет, насколько вы почувствовали этот замечательный нерв, согласны ли вы с моей точки зрения, если согласны, то напишите, если не согласны, то напишите, аргументируйте, почему, будет интересно всё это дело прочитать, поддерживайте обязательно данный видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, ну, и также не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунте кем, у личный тег, это тег темп, устанавливайте его, поддерживайте меня, участвуйте в розыгрыше, на 1 миллион кристаллов, и на 20 тысяч танкоинов, вся информация по розыгрыше есть в описании, у меня, друзья, на этом всё, всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока!